Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале Max Capital, на котором развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Сегодня редкий случай, связанный с тем, что я рассматриваю отдельно ценную бумагу взятую, потому что там такая полемика разразилась, и вопросы поступают по поводу того, что акции Аэрофлота нужно продавать, что ничего там хорошего не будет, начался каннибализм, будет ему полный юг, вообще там смысла находиться в этой истории не стоит. И здесь мне хочется просто увязать видео, которое мы в последнее время записывали, связанное в том числе с ошибками, которые совершают частные инвесторы, как мы себя недооцениваем на длительном промежутке времени, как переоцениваем на коротком промежутке времени. Если вы собираетесь покупать Аэрофлот, или наоборот, у вас есть акции Аэрофлота, и вы думаете, что с ними делать, смотрите данное видео до конца, поделюсь своим собственным мнением. Люди, которые не имеют никакого отношения к Аэрофлоту, которых нет в портфеле, которые не собираются его покупать. Я думаю, вам просто само по себе видео может быть интересно в плане развития мышления. То есть, как, например, я смотрю на ту возможность, которая сейчас есть в акциях Аэрофлота, как возможности, которые появляются на рынке, можно использовать. То есть, с одной стороны, не пропустить их и не последовать общему мнению, да, ну, ребята, реально хрендец, да? Размывание доли акционеров, дополнительная миссия, да, компания там занимается каннибализмом, начинает разбирать там свои авиалайнеры и вообще с безопасностью там какие-то сложности, то есть вообще там нечего ловить. Аэрофлот, это является, по сути, одним из крупнейших авиаперевозчиков в России. Государство его в любом случае поддерживает. То есть, есть такое понятие, в Америке оно было известно, это Big2Fall называется, слишком большой, чтобы упасть. Половину перевозок авиационных, которые осуществляются в России, осуществляется группой компаний Аэрофлот. То есть, это не только Аэрофлот, это там и победа, дискаунтер. Соответственно, здесь получается говорить о том, что компания обанкротится, не приходится, то есть будет субсидирование со стороны государства. В Америке, в частности, был такой пример, когда банки были слишком большими, чтобы упасть. Государство, соответственно, вошло в капитал компании, там акционеров непосредственно подвинуло, оказало помощь. Опять, как государство может оказать помощь? Помощь она оказывается за счет налогоплательщиков. То есть, компания неэффективна, но она настолько большая, что если ее не станет, будет трындец непосредственно всем. И поэтому, получается, ей за счет средств налогоплательщиков оказывают поддержку. Здесь я не говорю, что сейчас Аэрофлот нужно покупать. И речь не про покупку Аэрофлота, речь про возможность. То есть, это как некая вероятность. То есть, веришь ли ты в то, что Аэрофлот в принципе совсем не будет? Да, если смотреть на 2023 год, наверное, это не самая лучшая инвестиция для частного инвестора российского. Если смотреть на перспективу 20 лет, старейшая компания, самый молодой авиационный парк среди европейских перевозчиков, да, сейчас идет каннибализм, да, но опять-таки часть двигателей, может быть, будут заменены. В конечном счете, опять-таки, мировая экономика, когда впадет в глобальную рецессию, скорее всего, да, то есть, то же самое Airbus и Boeing будут смотреть, а кто у меня может купить? И здесь, в принципе, Аэрофлот может стать большим товарищем на покупку. И краткосрочно, возможно, да, скажут акционерам заплатите. Может размывание далее, может быть, декапитализация, может быть, размытие акционерного капитала компании. Может увеличение долговой нагрузки непосредственно. Но в конечном счете это же когда-то закончится. И здесь у меня возникает вопрос, а готов ли я, там, ну, условно, 1% направить своего капитала в акции компании Аэрофлот, которая торгуется сейчас, там, от цен 2018 года с дисконтом 84%. Ну, то есть, если он, соответственно, восстановится, я заработаю 500%. То есть, общая прибыль по портфелю, которая может эту позицию обеспечить, 4%. Меня бортанут. То есть, меня акционеры размоют мою долю в 2 раза, да, в Аэрофлоте. Дивидендов там никаких получать не буду. У меня убыток будет еще 50%. Еще 50% это полпроцента моего капитала итогового. Полпроцента моего итогового капитала при прочих равных условиях, при формировании портфеля, я должен понимать, что здесь у меня, я могу еще полпроцента потерять, в худшем случае 1%. Но если компания, соответственно, в следующие 5 лет восстановится, она мне может итоговую доходность плюсом по портфелю сделать, там, плюс 4%. Соответственно, я вот в такой ситуации опять не или-или, я говорю, да, я его включаю, но доля его там небольшая. Для меня, например, 1%. Кто-то скажет, нет, 1% это много для такого трэша, например. Пусть это будет полпроцента. Тогда я не 4% получу, а 2%. При этом, если смотреть, что делает Аэрофлот, как он делает, ну, по крайней мере, до этого, каким образом он делал, как он оперировал своими финансовыми потоками, казначейство у него оперировало заемным капиталом, да, когда он конкурировал с РЖД, каким образом они свои сырьевые риски, да, минимизируют, то есть, используя инструменты фондового рынка, они хеджируют, да, то есть, через фьючерсы те же самые, да, цену на авиатопливо, авиакеросин через фьючерсы, на нефть. И, соответственно, с позиции менеджмента там все достаточно неплохо. Компания пока не грохнула, да, вот эти вот ограничения, все временно. То есть, политика, надстройка над экономическим базисом. Я по-прежнему считаю, что, возможно, да, Аэрофлот меня не обеспечит. Это вопрос к тому, что мы переоцениваем себя на коротком промежутке времени и недооцениваем на длительном промежутке времени. То есть, вот с позиции того, чтобы заработать там 100% в 2023-2024 году на акциях Аэрофлота, нет. Ну, или, может быть, да, но очень так поверхностно. Если мы говорим о том, что 10 лет останется ли Аэрофлот при его доле на рынке, при его влиянии на транспортную инфраструктуру в России, при поддержке и субсидировании со стороны государства, при том, что он получает роялти на право лета над Транссибом в свою пользу непосредственно. Но если он уйдет, куда все эти борта пойдут? Куда пойдет команда, куда пойдут пилоты, куда пойдет обслуживающий персонал, куда пойдут учебные центры Аэрофлота? И, соответственно, будут сохранять. Поэтому я бы не стал говорить, что я рискую здесь, что компания обанкротится. Я рискую, что я пока не буду получать какую-то прибыль от акции Аэрофлота в ближайшее время. Естественно, я на это не рассчитываю. Может ли он еще какое-то время генерирует убыток? Да. Может ли размыть мою долю акционеров? Да. Я не говорю, что это хорошая история, прям вот must-have, которую нужно на все тарить. Но история, связанная с тем, чтобы частично включить его в портфель, или, по крайней мере, не дергаться, если уже в портфеле есть, и по нему обозначен убыток, я бы не стал. То есть, опять, увеличь горизонт инвестирования и спи спокойно. Вот такой подход. Итак, сделал просто в качестве примера сравнение двух компаний. Можно видеть Royal Caribbean, падение, просто сумасшедшее падение. У нас в процентном соотношении было плюс 40%, стало минус 75%. То есть, совокупные падения какие составили. Почему? В конкретном случае, я помню, писал видео на Фейсбуке по поводу того, что Royal Caribbean имеет смысл покупать, что все трудности временные. Да, высокие риски. Ребят, когда рисков никаких нет, когда все прогнозируемое, и когда у компании все достаточно хорошо, у нее есть денежный поток, у нее есть операционная прибыль, то в этом случае вы не найдете в нормальных экономических условиях какой-то актив хороший, качественный, с большими скидками, с большими дисконтами. И здесь возникает вопрос, насколько ситуация, которую мы имеем в настоящий момент, действительно губительна для вас, как для акционера. То есть, компания просто банкрот, она просто не сможет выплатить, она не сможет выжить, да, или каким-то образом она сможет непосредственно выжить в текущей ситуации. Когда я смотрю, в принципе, на Аэрофлот в настоящий момент, то в этом случае я понимаю, что там практически 50%, даже более 50% авиационных перевозок, которые осуществляются российскими авиакомпаниями, находятся на долю Аэрофлота. Я сейчас поделился своим видим по поводу акций компании Аэрофлота. Это, опять же, почему? Потому что есть проект «Миллион долларов за 8 долларов в день», и там в портфеле присутствуют акции компании Аэрофлот, да, и присутствуют достаточно давно. Сейчас там в процентном отношении большой убыток, но доля этой компании не очень высока. И почему сейчас я об этом заявил? Потому что нужно понимать, что у каждого из моих детей сейчас в портфеле есть акции Аэрофлота, да. И вопрос, насколько наличие этих акций сейчас губительно для портфеля, ни капельки не губительно, да, и поэтому я отношусь к этому спокойно. Второй момент, скорее всего, в ближайшее время я буду докупать. Почему? Я, соответственно, постарался изложить свое видение в данном видеоролике. Вопрос, что делаете вы, как используете возможности. Дело в том, что в настоящий момент появляется большое количество возможностей для вхождения в рынок, но люди эмоционально, психологически им трудно покупать, то есть им трудно сделать, преодолеть сопротивление своего мозга рептилиям, мозга млекопитающего, лимбической системы, страх, жадность. То есть неопределенности очень много, и совершать конкретные действия тоже сложно. Совершать выбор, что купить сейчас, очень сложно. Если хотите минимизировать свою интеллектуальную работу по отбору компании, которая имеет смысл включать свой портфель на следующие 2-3-5 лет, я предлагаю как минимум узнать больше про проект «Миллион долларов за 8 долларов в день». Ссылка под данным видео находится внизу. Можете посмотреть, что это такое и для чего я это сделал. Ну и, соответственно, там же можете присоединиться к проекту, чтобы в следующие 2-3 года мы шли рука об руку и вы сняли с себя вот эту эмоциональную нагрузку по принятию решения о том, что же покупать сейчас. Надеюсь, что видео было полезно. У меня на этом сегодня все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Продолжение следует...